Агрессия А в компьютерных играх вообще войны происходят каждый день. Из-за чего диктаторы начинают мировые войны? Об этом мы узнаем из глобальной стратегии Агрессия. В 20 веке вооруженные конфликты стали настолько масштабными и кровопролитными, что один человек уже не мог управлять целой армией. Не говоря уже о том, чтобы одновременно заниматься и вопросами снабжения и пополнения. Политика вообще вышла за рамки, доступные генералам. Когда-то гения Наполеона хватало на то, чтобы совмещать командование армией и управление государством. Но в 20 веке на первое место вышел другой принцип. Армия вне политики. Золдаты просто должны подчиняться приказам! И пока вожди в тиши кабинетах составляли планы агрессии, генералы, подчиняясь приказам, выстраивают войска в боевые порядки. Вот только может ли один человек руководить сверхсложным механизмом под названием война? Может ли сегодня геймер примерить на себя белый китель вождя народов или серый мундир фюрера? Ответ однозначен – да! Возможность возглавить великую державу, став полновластным диктатором, дает новая игра от петербургской студии Леста. Агрессия – это масштабная военно-историческая игра. Она состоит из двух больших частей, то есть так называемая двухуровневая игра. В первой части – это стратегический уровень, это глобальная карта Европы, где игрок может принимать стратегические решения, влиять на политику государства, в общем, такие макро-вещи решать. И второй уровень – это тактические сражения. Когда начинается противостояние государства на стратегическом уровне, начинается война, перемещение армии, то для сражений армия переходит в тактический режим, который уже представляет собой стратегию реального времени, так называемой РТС, что знакомо игрокам. Разработчики уже далеко не новички в жанре глобальных стратегий, посвященных эпохе тотальных войн. Их первой работой была игра «Антанта» – стратегия в реальном времени, где игрок мог возглавить одну из стран-участниц Первой мировой войны. Хотя в ней не было глобального режима, размер карты и количество юнитов на них поражают даже сейчас. На поле сражения сходилось 80 тысяч юнитов. Такой размах не мог не радовать бывалого стратега, и это лишь приближало игру к реальным битвам Первой мировой войны. Позже студия «Леста» делает игру «Стальные монстры» о противостоянии Японии и США во время Второй мировой войны. Игра сочетала в себе сразу три жанра – глобальную стратегию, тактическую стратегию и авиасимулятор. Да-да, вы не ослышались. Построив на глобальной карте новое авианосное соединение, можно было сразу бросить его в бой, лично раздавая приказы кораблям. Несмотря на ряд недоработок и не самую лучшую оптимизацию игры, «Стальные монстры» по праву заслужили свою армию фанатов – любителей глобальных стратегий. Умело сочетая уникальную смесь жанров, историческую проработку и захватывающий гейплей, игра обрела свое второе дыхание после выхода дополнения «Стальные монстры-союзники». Учтя пожелания поклонников, разработчики отполировали интерфейс до блеска, добавили новые страны-участники и новые юниты. В результате игра стала похожа на энциклопедию по Второй мировой войне на Тихом океане. Сейчас они завершают свое очередное детище. На сей раз агрессия вновь перенесет нас в Европу, в эпоху тотальных войн. Только теперь свобода в руках игрока станет куда больше. Игроку надо, соответственно, маневрируя и выполняя определенные действия на стратегическом уровне, добиться доминирования на европейском континенте. То есть в Старом Свете игра охватывает период двух мировых войн. То есть это первая половина XX века. Для победы не всегда важно захватить Европу. То есть важно стать самым могучим и мощным государством к 1950 году. То есть вот такая условная дата окончания игры – это 1 января 51 года. В принципе, игрок может продолжить. Если он выигрывает, он может продолжить дальше, если он хочет насладиться какими-то плодами своего могущества. Какой путь достижения цели выбрать – решать геймеру. Устроить ли тотальную войну на выживание или попытаться мирно прожить лихие годы – вот задача для того, кто спит и видит себя диктатором новой Европы. Утолить свои лидерские амбиции можно будет за четыре страны – Англию, Францию, Россию и Германию. Именно эти нации оказали наибольшее влияние на мировую историю первой половины 20 века. И именно играя за них, новоиспеченный вождь получит шанс перекроить всю историю по своему вкусу. Все страны начинают на тех позициях, которые у них реально были в 1910 году. И территориальных, и по мощности государства, и по уровню разработки технологий. Дальше уже все зависит от игрока, как он быстро продвигается по технологическому дереву, какие он политические и дипломатические решения принимает, как вообще он играет. То есть, соответственно, могут быть результаты очень разные. Один из характернейших таких моментов агрессии, которая отличает ее от других игр, это то, что каждая партия происходит по-своему. Дальше уже происходит игра так, как ее ведет игрок. Она может быть похожа на реальную историю, может быть не похожа. В этом один из плюсов нашей игры, как мы считаем. Конечно, в Европе куда больше стран, чем четыре. В том числе и тех, что принимали участие в мировых войнах. Просто не все страны смогли серьезно повлиять на ход войны. Изначально в дизайн-документе игрок было 12 крабельных сторон. Но в процессе создания, когда мы перешли еще на 3D-технологии, и когда мы просто для себя посчитали, сколько же нужно сделать юнитов, танчиков, солдат, героев, персонажей на стратегическом уровне, то просто цифры трудоемкости и цифры необходимые, затратные, они стали очень большими, и какие-то вещи нам пришлось выкидывать. В итоге осталось 4 полноценных кампании по одной за каждую страну. Геймер получит в свои руки весь арсенал средств управления государством и, конечно же, самостоятельное командование вооруженными силами, когда всеобщей европейской войны уже не избежат. Все они это исторические, это, собственно, образцы военной техники, которые были созданы в этот период исторически и применялись на полях сравнения. Таким образом, агрессия даст каждому желающему возможность почувствовать себя лидером Великой Державы на протяжении первой половины 20 века. Отныне ответственность за судьбу нации в ваших руках. А чем занимается лидер Великой Державы все свое время? Из чего они состоят, вот эти будни диктатора? Что он делает, пока заводы штампуют пушки, население проходит мобилизацию, а танки концентрируются для агрессии в соседние страны? О том, как сосредоточить в своих руках неограниченную власть и распорядиться ей, смотрите во второй части программы. Сегодня мы расскажем вам о типичном буднем дне среднестатистического европейского диктатора. Ну, обычного такого диктатора из глобальной стратегии агрессия. Основное управление государством происходит посредством управления экономической системой городов. То есть у игрока есть определенные зоны, в каждой зоне город. И в городе он уже настраивает производство ресурсов трех типов. Это уровень жизни, образование и промышленность. Уровень жизни – это, по сути, ресурс, который город расходует сам на себя, для того, чтобы у него не возникало недовольства лишнего. И, соответственно, в казну попадают образование и промышленность, основные ресурсы, которыми игрок потом оперирует, строит на них юники, применяет способности, покупает персонажей новые. Важно все время помнить. Население, доведенное до отчаяния низким уровнем жизни, не очень-то любит своего диктатора. Золдаты! Держать двери! Их лебедих! Микскапизолирен, золдаты! Нет! Кто вы? Что вы? Нет! Так что, если вы не хотите, проснувшись однажды утром, узнать о начале революции, предупредить ее заранее. Достойный уровень жизни создается заранее. Но если производство продуктов и одежды уже налажено, то можно заняться чем-нибудь поинтереснее. Поназначать генералов, например. Или раздать медальки. Каждый персонаж имеет свой радиус влияния. Они могут быть шести персонажей различных профессий. То есть там лидер, гуманитарий, генерал, министр. И каждый влияет по-своему на города. И прокачанный персонаж, он покрывает своим радиусом действия нескольких городов, может давать вам определенный бонус. То есть, например, министр увеличивает в своем радиусе действия производства промышленности. Все вместе персонажи игрока образует кабинет министров. Для его полноценной работы необходимы персонажи всех профессий. Один министр должен подгонять рабочих, строгающих пулеметы. Гуманитарий спокойно создавать культ личности для своего великого вождя. Ну и шпион вовремя тырит технологии у противника. А чтобы генералы недаром ели свой хлеб, хоть иногда им надо давать возможность проявлять свои таланты. Товарищ главнокомандующий, танковые войска выведены на передовые позиции. Пехота полностью мобилизована. Армия к наступлению готова. Начинайте. Когда начинается тактический бой, сначала мы попадаем в режим расстановки. То есть, в зависимости от того, атакуем мы или обороняемся, нам доступна большая или меньшая часть карты для расстановки юнитов. Мы расставляем свои войска, начинаем битву и в дальнейшем ведем бой за ключевые точки. То есть, на каждой карте есть набор ключевых точек, там обычно 5-6, которые нам надо захватить для того, чтобы одержать победу. Или уничтожить все юниты противника. Количество юнитов одновременно, находящихся на карте отрядов, ограничено цифрой 100, то есть по 50 отрядов с каждой стороны. Если мы, например, потеряли 10 отрядов, мы можем 10 вызвать состративического уровня. Таким образом, если у нас большие запасы войск на стратегии, то мы можем продлить тактическое сражение, даже если проигрываем. То есть, послали войска в бой, их там всех перебили, мы вызываем новые и продолжаем в атаке. Нельзя забывать, что действие происходит в эпоху самых массовых войн в истории, когда жизнь одного солдата не стоит ничего. Миллионные армии и беспрекословное подчинение лидеру – вот залог успеха. И только от решения геймера, где и какое оружие следует применять, зависит судьба нации. Боевые средства эпохи тотальных войн – от пулемета, в общем, до атомной бомбы. Есть атомное оружие, которое можно применять на тактической карте, то есть это такое оружие последнего шанса, нужно вызвать самолет с атомной бомбой, который сбросит ее, и она производит значительные разрушения. Но не стоит злоупотреблять ядерными бомбами. Может оказаться, что себе же сделаешь хуже. Там, куда однажды свалится атомный заряд, еще долго не будет расти травка, а местному населению будет далеко не до ваших мобилизаций. Разрушения, они сохраняются в тактической карте, то есть если сражение происходит через несколько месяцев на той же карте, то игрок увидит те же самые разрушенные здания, которые еще не успели восстановиться. Но если вы боитесь нехорошего агрессора или просто не успели наклепать тысячу-другую тяжелых танков, не беда. На помощь приходят военные инженеры и стратегия «пережди беду, пока не получил по лбу». У нас есть возможность производить фортификации, то есть какую-то провинцию игрок может фортифицировать на стратегическом уровне, после этого в тактике там появятся линии окопов, которые дают бонус обороняющимся в них солдатам. То есть, в принципе, по настрою фортификации, заняв их гарнизонами войск, игрок может довольно долго сдерживать противника, пока, собственно, того не появятся танки. Как это и произошло в реальной истории, что первые танки стали средством преодоления этих укреплений. Окопы, доты и бункеры хороши еще тем, что удерживать их можно при помощи пехоты, самого многочисленного и доступного рода войск. По мере развития технологий пехота оснащается все более мощным вооружением, поэтому в поздние эпохи будет представлять собой грозную силу. Пехотных юнитов довольно много в игре, поэтому у игрока будет определенное разнообразие. Кроме пехоты, там еще пулеметчики, минометчики, то есть солдаты с огнеметами, то есть достаточно широкий спектр средств уничтожения, которые применялись в обоих мировых войнах. Но вот если противник сам зароется в землю и окопается так, что не видно будет и макушки, то ничего не попишешь. Придется использовать танки. А поскольку все юниты соответствуют историческим прототипам, то игрок встретит и знаменитый Т-34, и устрашающий Тигр. Танк Тигр, который есть в игре, он олицетворяет собой, в общем-то, тяжелый немецкий танк периода Второй мировой войны. К сожалению, у разработчиков не хватило сил дать виртуальным диктаторам полноценный флот. Морских сражений в игре сейчас нет, и мы предлагаем всем игрокам, которые хотят масштабных морских баталий, играть в игру Стальные монстры. Студия Леста. Железной рукой, управляя реальной техникой в реальном государстве, юные фюреры смогут даже договориться друг с другом, чтобы упростить захват мира. Правда, заключать договоры получится только с теми государствами, общественный строй которых близок к вашему. Поэтому в стране демократической рассчитывать на альянс с коммунистами не стоит. Кажется, что все как в реальной жизни, но на самом деле даже интереснее. Управление государством значительно проще. При самой сложной системе внутриигровой, как все это работает, управлять в принципе просто. И научиться игре можно за значительно меньший срок. Ну и плюс к этому у нас есть красивые, чисто визуально, тактические сражения, которые, надеемся, игрокам будет приятно играть собственноручно построенными танками на стратегическом уровне, и уничтожает противников тактически. В глобальных стратегиях самое сложное — это управление многочисленными кнопочками, бегунки, полосочки и все эти параметры. Все это специально делалось так, чтобы было проще играть, и при этом сама сложность внутри игровых расчетов сохранялась. Игрок ее не видит. За счет настраиваемого уровня сложности игра будет интересна не только хардкорщику, но и простому любителю истории. Не каждый день дается возможность переписать историю заново. Стерев пару-тройку европейских стран с лица земли, можно наконец-то отдавать свой мундир в химчистку и немного передохнуть. А пока разработчики расскажут нам, как они умудрили запихать 200 заводов, 1000 танков, 10 тысяч солдат и одну маленькую атомную бомбу вот на этот вот диск. Мы продолжаем менять историю по своему велению, рассказывая о глобальной стратегии агрессия. Больше всего разработчики хотели показать, как на самом деле происходили масштабные бои в эпоху тотальных войн. Бои, где пулемет и траншеи решали исход боя, а танки оставались неприступными, но неповоротливыми железными крепостями. Забавно, что изначально игра вообще задумывалась как двухмерная. А как же, простите, реализм, мать его! Самым сложным в процессе создания игры был переход от двухмерности к трехмерности. Так как мы не имели ни опыта, ни особого представления о том, как все делать в 3D, мы собрали в этом месте практически все грабли. И сам этот переход занял очень много времени и средств. Но в итоге все получилось. Сегодня каждая уважающая себя игра обладает собственной физикой. Это тем более актуально для игры, основанной на реальных исторических событиях. Юные питерские ньютоны сделали так, что полет каждой пули, каждого снаряда просчитывается, а вызываемые ими разрушения происходят строго в соответствии с реальностью. Игровая физика взаимодействует непосредственно со всем, что есть на тактической карте, в том числе и с юнитами. Например, если бежит отряд солдат, и бомба с самолета попала в дом, который находится рядом, он разлетелся, то обломки задавит, соответственно, и солдат тоже. Наиболее эффектный момент в игре — ядерный взрыв. Как и в реальности, это очень сложный физический процесс, состоящий из нескольких этапов. Посмотрим на него в замедлении. Световая вспышка превышает по яркости Солнца, ослепляя все живое. После этого из места взрыва начинает расходиться звуковая волна колоссальной мощности. Ведь скорость звука меньше скорости света. Даже на расстоянии километра от взрыва барабанные перепонки не выдерживают. Хотя в игре разработчики и пощадили уши своих будущих геймеров. Наконец, самая страшная — ударная волна с огромной силой разбрасывает все на своем пути. Целых объектов просто не остается. Вот он, ядерный взрыв. Все физические объекты, попадающие в радиус его действия, начинают правильно по физике улетать. Разрушаются здания, все улетает и летит прямо в камеру. Выглядит очень эффектно. Деревья, коровы, люди, танки. Все летит в камеру. Все видно. На десерт от взрыва остается радиационное излучение. Вряд ли оно когда-нибудь побеспокоит тех, кому не повезло оказаться в эпицентре взрыва. Но если кому-то посчастливится выжить, не стоит посылать уцелевшего контуженного вояку туда, где осталась гигантская воронка и где зашкаливает счетчик. Тем же, кто не станет применять супероружие или просто не развился до этого, удастся полюбоваться мирным сельским пейзажем, где пасутся коровки и летают птички. До начала сражения, разумеется, мало какая корова уцелет от прямого попадания снаряда. Скотинка тоже хочет жить, поэтому благоразумно отбегает от грогучащих мимо танков. Очень смешно выглядит, когда едет два танка. Корова убегает от одного танка, стукается об другой и умирает. Можно устроить скотобойню, поставив несколько танков в кружок и запустив внутрь несколько коров. Вдохновившись скотобойней, приведя свое государство на вершину могущества, юные диктаторы, скорее всего, захотят пройти игру еще раз. Дело в том, что геймплей за разные страны в корне отличается, вследствие различных условий, в которых они находятся. Поэтому при каждом новом прохождении можно будет встретить совершенно новые ситуации. Прелесть-то в том, что ни разу у игрока не получится полностью повторить тот процесс игровой, который у него уже был в прошлом. То есть каждый раз будет все по-другому, там есть определенный элемент рэндом, случайности, и персонажи АИ тоже будут действовать по-другому и развиваться по-другому. То есть вариантов прохождения очень много разных. Вот какой примерный ход истории получился в результате пробной партии, сыгранной в нашей редакции. Уже в 1911 году Англия, недолго думая, решила подчинить себе Италию. Но Франция возмутилась такому поведению и сказала свое ФИ, заключив союз с Италией против Германии. Опешившая Германия только и смогла что попросить помощи у России. Обрадованная Россия от избытка великодушия захватила Балканы, пока на франко-германской границе шли позиционные бои. Посмотрев на это, Италия сказала Франции ай-яй-яй и попросила мира у Германии. Но Россия погрозила ей пальцем, и Италия сразу поняла намек, щедро делясь технологией. К сожалению, нам неизвестно, что произошло дальше, потому что наш сотрудник слишком заигрался и забыл составить полный отчет. У агрессии очень большой потенциал реиграбельности, потому что это глобальная стратегия. То есть вариантов развития исторических моментов, событий, их очень много. Тотальная война закончилась на сегодня. Но через неделю мировая война продолжится. Приготовьтесь влезть в шкуру простого солдата, брошенного в мясорубку войны по приказу Верховного Главнокомандующего. Medal of Honor Ainborn. Рожденные для воздуха идут на верную смерть. Девушки отдыхают.